Да, ну, важный совет, что как вы тренируетесь именно, если даже вы, ну, не получается выступать часто, то, ну, не знаю, наверное, это уже много кто говорил, но я для себя понял, нужно, допустим, если знаете, что вы человека по-любому, ну, победите в схватке, я не знаю, как это сказать, то нужно давать ему его сильные позиции, которые вот он, ну, допустим, бывают люди, мало чего умеют делать, да, ну, ты находишь ключи к их игре, но они, допустим, очень хорошо делают удушку сзади, если там оказались. Отдайте ему спину, пусть он вас попробует задушить, выйдите оттуда, плюс будет обоим, ему будет плюс, если он вас задушит, вы, ну, как бы свой скилл отрабатываете, вам скилл, скилл ухода будете отрабатывать, так со всеми, уходы от армбаров, там, от треугольников, не бойтесь загнать себя в позицию, если, ну, заведомо проигрыш, но если вы боретесь с человеком, который, в принципе, ну, ниже вас уровня, это идеальные люди, чтобы отрабатывать, потому что на сильных соперников вы не отрабатываете, вы отрабатываете набортость, набортость, это, как бы, тайминг такой некий, увороты, да, там, от сабмишенов, ну, такого более экшен к схваткам, да, а вот именно технические аспекты ухода вы отрабатываете только с теми, кто, ну, слабее вас. Не бойтесь тапать, но если вас душат, до конца можно, как бы, все равно перелома не будет никакого, ну, снете пару раз, ничего страшного не будет, но проверяйте на максималку, иногда бывает, вы, как бы, не сдаетесь, но у душки, и люди сами устают вас душить, отсыхают ноги, или, там, думают, он не душится и отпускают, и тут вы получаете долгожданный глоток воздуха и снова в путь. Субтитры создавал DimaTorzok